МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Праздник не удался. Уроженцу Узбекистана грозит до 15 лет тюрьмы за убийство лучшего друга. Что удивительно, они были очень хорошими знакомыми. То есть из Узбекистана они приехали вместе на заработки, знали друг друга с детства, общались с семьями. Одни права и никаких обязанностей. Пьяный участник ДТП ударил сотрудников ДПС. Здесь его были квалифицированы по части 2 статьи 317, статьи 319. Ему возрастут до 10 лет лишения свободы. Тяжелая артиллерия, тысячи игровых автоматов идут под пресс. Здесь морфт лишения свободы достигает до 6 лет. 13 лет в колонии строгого режима. Такой приговор услышал житель города Шацка Александр Бачков. Преступление, в котором он обвинялся, произошло еще в 2012 году. По материалам следствия, главный фигурант пьяным пришел в местное кафе и начал вести себя так, что охраннику пришлось напомнить о нормах поведения в общественных местах. В ходе ссоры Бачков из имеющегося при нем боевого пистолета ТТ умышленно произвел своего оппонента несколько прицельных выстрелов. От полученных телесных повреждений 56-летний потерпевший скончался на месте преступления, а стрелявший был задержан прибывшими сотрудниками полиции. В доме и гараже господина Бачкова оперативники нашли целый склад оружия и взрывчатых веществ. В том числе армейский пистолет, автомат Калашникова, самозарядный карабин, патроны, шашка, взрывные устройства. Тогда задержанный пояснил, что специально на протяжении нескольких лет собирал в одном месте оружие для того, чтобы в один заход сдать его в полицию. Для каких целей он носил при себе пистолет, уже другая история. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Бить или не бить? Этот вопрос иногда ежедневно задают себе родители непослушных детей. И, увы, даже те, кто считают такие методы недопустимыми, рано или поздно дают оплеуху в профилактических целях. Каждый вправе выбирать любой путь и методы воспитания своего ребенка ровно до тех пор, пока это не нарушает закон. Да-да, и у первоклашки, не способного избежать родительского насилия, есть свои права, о которых в России почему-то вспоминать не принято. У нас прав всегда тот, кто сильнее. Хорошим примером для жестоких и авторитарных родителей станет история 47-летнего жителя Михайловского района. Он получил три года условно за истязание своей падчерицы. Правда, приговор в законную силу еще не вступил. Обвиняемый был уверен, что физическое насилие над ребенком является неотъемлемой частью воспитательного процесса. В результате с августа 2014 по июнь 2015 года он неоднократно бил девочку ремнем и розгами, а также наносил удары ногами, руками по телу и лицу. А однажды и вовсе связал свою падчерицу и на длительное время подвесил к потолочной балке. При этом продолжал издеваться. Бил крапивы и тушил окурки сигарет о кожу ребенка. Хочется спросить маму девочки, кого такими методами хотела воспитать она из своей дочери и что в этой семье знают о таких вещах, как любовь и личный пример. Прежде чем перейти к следующему уголовному делу, придется вспомнить историю национальных праздников. Ежегодно 21 марта мусульмане отмечают народный праздник весны Навруз. По старинной традиции каждый участник торжества должен выполнить три условия. Посадить цветы и не менее трех саженцев деревьев, настроить себя на добрые дела и радость, помириться с тем, с кем был в ссоре, а также стремиться жить по-новому, честно и достойно. Это важное уточнение, учитывая детали преступления. В тот роковой день двое граждан Республики Узбекистан тоже собрались вспомнить добрые традиции. Вагончик, в котором они временно жили, располагался на территории одной из пилорам в Рыбновском районе. Вот это моя койка, здесь я сплю. Где находился? Комальдин. Комальдин нет, где я? Место Комальдина вот там находится, напротив. Следствию долго пришлось разбираться в деталях, учитывая, что для проверки показаний специально пригласили переводчика. Стоит заметить, что обвиняемый и его погибший товарищ никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности, крайне редко напивались и не вызывали особых нареканий. Что удивительно, они были очень хорошими знакомыми. То есть из Узбекистана они приехали вместе на заработки, знали друг друга с детства, общались с семьями. И вот так произошло все неожиданно. По словам обвиняемого, причиной его поступка стали невинные шутки, которые показались обидными. И ссору начал погибший. Он удары наносил он стоя. А на столе еще были бутылки напитки. В пластиковую бутылку. Я просто ссуга-то этот бутыл сделал, вот так сделал, и еще один удар меня дал, я сюда упал, вот так вышел. При помощи макета ножа сможете показать? А если вот кендовчок, кажется, ты вери. И хлеб стоял. На хлебе стоял вот так. Или вот так, как-то стоял. Единственный ножевой удар оказался смертельным. Пострадавший скончался еще по дороге в больницу. Теперь его давнему приятелю придется долгие годы провести за решеткой. Отбывать наказание будет на территории Российской Федерации. Сейчас уголовное дело направлен в суд. Рассматривается по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Этого вполне хватит, чтобы ответить себе на вопрос, стоило ли шутка жизни человека от лишения свободы. О том, что сейчас творится на дорогах и каких, с позволения сказать, водителей выпускают с правами из некоторых автошкол, можно снимать круглосуточные эфиры. Вы посмотрите сами. Подрезают, нарушают, садятся за руль пьяными, сбивают пешеходов. И абсолютно каждый готов доказывать, что все кругом неправы, кроме него. В июле этого года сотрудники ДПС выехали на очередное сообщение об аварии. Они привыкли и к воплям участников, и к слезам, и к оказанию моральной и технической поддержки. Но вот с чем смириться труднее всего, так это с самым настоящим хамством. Одним из участников ДТП оказался уроженец Республики Узбекистан. Три года назад он приехал в наш регион в поисках лучшей жизни и успел отличиться неоднократным нарушением правил дорожного движения. А в этот раз и вовсе напал на сотрудников при исполнении. Гражданин Республики Узбекистан схватил одного за шею, начал сдавливать, нанес несколько ударов ногой. Второму сотруднику ДПС нанес удар рукой в живот. В ходе этого конфликта начал оскорблять их нецензурной лексикой. К тому же у мужчины оказалось высшее спортивное образование. И успокоить гражданина удалось не сразу. Действия были квалифицированы по части 2 ст. 318 и ст. 319. Ему возит до 10 лет лишения свободы. Смягчающим обстоятельством в суде будет наличие малолетнего ребенка, который проживает в Узбекистане, противовесом алкогольное опьянение. Оно не помешало сесть за руль и, видимо, прибавило храбрости в агрессивном общении с сотрудниками ДПС. К тому же задержанный до последнего отрицал свою вину и отказывался сотрудничать со следствием. Мировой суд лишил нарушителя права управления транспортным средством и назначил штраф. Но в настоящий момент это решение обжалуется. Удручает другое, когда люди плюют на законы и чувствуют себя хозяевами положения в любых ситуациях. Какая уж там солидарность и водительская этика. Некоторые слов таких не слышали. И будут продолжать думать, что главное это не нарваться на патруль, а там хоть трава не расти. Важная новость для автомобилистов. На улице вернулось скрытое патрулирование. Теперь нарушители правил дорожного движения не смогут чувствовать себя безнаказанно даже в том случае, если рядом нет машин ГИБДД или видеокамер. Одеты сотрудники в штатское передвигаются на машинах без спецразметки. В нашем городе первыми пристального внимания удостоятся водители маршрутных такси. Нарушителей пригласят для дачи объяснений и последующего составления административного материала. На самом деле практика это общемировая. У нас от нее отказались не так уж давно по причине сокращения кадров. Члены общественных советов, не раз поднимавшие этот вопрос, уверены. Когда в общем транспортном потоке появляются граждане, не очень дружащие с правилами дорожного движения, исповедующие, как сейчас принято говорить, агрессивный стиль вождения, нужно использовать разные возможности для того, чтобы их остановить. Причем стоит взять во внимание и то, что с помощью мобильной скрытой группы полицейских можно поймать не только нарушителей ПДД, но и людей, совершивших или готовящихся совершить другие преступления. Как правило, нагло ведут себя на дороге те, кто в чем-то подобном замешан, полагают участники споров на эту тему. Таким образом, инициатива МВД способна улучшить не только ситуацию с безопасностью на дорогах, но и общую криминальную ситуацию в городе. 18 ноября эксперты обследовали квартиру на улице Рыбацкой. Там от многочисленных колторезных ранений погиб мужчина. Подозреваемого долго искать не пришлось. Им оказался 35-летний сын погибшего. По данным следствия, мужчины распивали спиртное и в ходе бытовой ссоры сын нанес своему отцу множественные удары ножом. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сборы, закрепления доказательств. Уже на следующий день эксперты выясняли, кто последним видел гражданина, который проживал на улице Советской армии. Его тоже хладнокровно зарезали. В данном случае по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 37-летний рязанец. По данным следствия, к подозреваемому в гости зашел его 29-летний сосед. Мужчины выпивали и в ходе разговора гость укорил хозяина квартиры, что тот не работает и плохо живет. Мы не устаем повторять, что любое, даже самое невинное замечание может привести к непоправимым действиям, если хотя бы один из участников находится под градусом. К другим темам. Имена еще троих молодых рязанцев попали в протокол. Двоим из них нет еще и 18-ти, а они уже нашли себе работу, за которую грозит уголовный срок. Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления, Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего рязанца и двух его несовершеннолетних знакомых. Ребята с помощью интернета и мобильного телефона договорились с пока не установленным лицом, что займутся бесконтактным сбытом наркотиков в крупном размере на территории города. Согласно распределению ролей, неизвестный должен был предоставлять информацию о местах закладки, а несовершеннолетние расфасовывать товар на более мелкие партии. В долю предприимчивые тинейджеры взяли 18-летнего друга. Сообщники сняли квартиру и в октябре наконец получили оптовую партию наркотиков. Войти во вкус помешали оперативники. Какого наказания достоин каждый участник преступной группы, теперь предстоит разобраться следователям. Эксперты говорят, что изменения в законодательстве последних лет в корне изменили ситуацию, касающуюся массовой игромании. Но болеть этой заразой продолжают локально. Азартные игры перекочевали в подпольные клубы, где раскошелиться предлагают иногда не только на жетонные карточки, но и на легкие наркотики, а если и это не зацепит, на кампанию девиц сомнительного поведения. В регионах были приняты межведомственные указания о противодействии незаконному игорному бизнесу. Они четко регламентируют, как должны действовать силовики, если поступают соответствующие сообщения. В конце 2014 года в Уголовный кодекс были внесены изменения, в частности, статью 171 Прим-2, это незаконная организация проведения азартных игр, за которую предусмотрена уголовная ответственность за проведение азартных игр до двух лет лишения свободы. Также в данной статье предусмотрены квалифицирующие признаки, такие как совершение данного деяния как группы лиц по предварительному сговору, так и организованной группой, и с извлечением дохода в крупном особо-румном размере. Здесь может лишение свободы достигать до шести лет. Организаторы стали очень осторожны. Везде ставят видеокамеры, а новичков приводят исключительно проверенные товарищи. Но как бы ни скрывались нарушители, только в этом году возбуждено шесть уголовных дел, предусмотренных данной статьей, два из которых направлены в суд. И еще полторы тысячи одноруких бандитов больше не смогут залезть в карман игроков со стажем. Такое чувство, что люди действительно получают удовольствие от того, что их дурят на каждом шагу. Времена, когда для выигрыша у автомата достаточно было знать тонкости электромеханики, давно позади. А между тем, мошенники даже не утруждают себя новыми схемами обмана. На них просто работает генетическая память. И плевать, что сегодня проигрыш, значит сорву к уж завтра. Необъяснимая тяга людей отдать свои сбережения первому встречному никогда не позволит искоренить преступность. Со следующего выпуска мы запускаем в эфир новую рубрику, которой дали название в правовом поле. Начать решили с сотрудников прокуратуры, которые будут отвечать на любые волнующие вас вопросы, если, разумеется, они входят в их компетенцию. Например, тема ближайшего выпуска – что делать и куда обращаться, если работодатель не платит заработную плату вовремя. Мы будем рады помочь вам бесплатно с помощью нашей программы получить квалифицированный ответ на любой волнующий вопрос. Свои заявки и пожелания вы можете оставлять на сайте телекомпании город62.tv или звоните по телефону 720020 и 720021. А на сегодня все. Удачи и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова